Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаева, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. После масштабной реконструкции и капитального ремонта скоро откроется культурно-досуговый центр в ауле Нижняя Тиберда. Узная о своих долгах, как получить достоверные сведения об исполнительных производствах, судебные приставы дают рекомендации. Легкая анатомия. Что за проект и как он готовит выпускников школ к сдаче единого госэкзамена и к поступлению в медицинские вузы и СУЗы. Народное искусство карачаевцев и балкарцев в Кисловодске проходит персональная выставка художников Узденова. Высказывание Алексея Навального вызвало широкий резонанс в сети интернет в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко, который снялся в ролике в поддержку поправок в Конституцию России. После этого на ветерана начались нападки. Игнат Сергеевич потребовал публичных извинений от оппозиционера Навального за клевету в свой адрес. Руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» в Карачао-Черкесии Елена Берниченко прокомментировала вестям по телефону свое мнение о сложившейся ситуации. Оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко – это не случайность. Это часть системной кампании по глумлению над нашей исторической памятью. Уже весной 2020 года сразу несколько сторонников Алексея Навального выложили на сайт «Движение «Бессмертный полк России» фотографии нацистских преступников среди настоящих героев Великой Отечественной войны. И сейчас эта кампания продолжается в отношении человека достойного огромного уважения – Игната Артеменко. Я думаю, что суд справедливо рассмотрит и накажет его, согласно нашему уголовному законодательству, за клевету. И он получит за свои уголовные преступления реальные сроки. Сельский дом культуры – это практически единственное место, где можно не только провести свой досуг, но и духовно обогатиться. Многие праздничные мероприятия проходят именно в сельских ДК. После масштабной реконструкции и капитального ремонта откроется культурно-досуговый центр в ауле Нижняя Тиберда. Ахмат Халкечев продолжит. ДК аула Нижняя Тиберда был построен в 60-х годах прошлого столетия. Такой масштабной реконструкции и капитального ремонта это здание не видела никогда. От Старого дома культуры остались только стены. Заменено практически все, начиная с напольных покрытий, штукатурки стен, потолков и кровли, до электрико-инженерных систем. Деревянный пол был. Постоянно гнил. Меняли, ремонтировали. Противопожарная безопасность хорошая. Все новое поставили. И вот сейчас практически на 99% уже готово. Осталось вот стене поставить и занавес. И будем начинать работать уже. В отличие от городов, в сельской местности крайне мало мест, где молодежи с пользой можно было провести свой досуг. Здесь ауличане, помимо просмотра новинок кино и театральных постановок, могут еще и культурно просветиться. На базе Нижняя Тибердинского дома культуры имеются музыкальные, театральные, танцевальные и шахматные кружки. Свою работу творческие кружки возобновят, как будут полностью завершены строительно-ремонтные работы. Это культурно-досуговый объект у нас. Есть кружки, где ребята со школы занимаются, их учат танцевать, играть на той же гармошке. Кроме кружков, каждый месяц проходили до того, как началась реконструкция спектаклей, какие-то сценки, на основании которых дети учились обычаям, традициям, которые были у наших предков. В Нижней Тиберде есть еще уникальный в своем роде творческий коллектив – Народный театр Тюбешю, основанный в 1928 году. В холодное время года свои постановки сельским театралам приходилось ставить в актовом зале местной школы, который не совсем справлялся, когда случались аншлаги. Теперь вместо древянных печей, которые давно потеряли свою функциональность, помещение сельского ДК согревает новенькие радиаторы парового отопления, работающего на электричестве. – Бывало, мы занимались до сильных морозов, устанавливали пушку, устанавливали тепловую пушку, печки ставили, вот эти плиты, как на этих кухнях же бывает, грелись, репетировали, а потом уже пришлось нам перейти. Я попросил у директора школы, чтобы нам выделили вот этот актовый зал небольшой, с удовольствием дали ключи, когда вам будет удобно, приходите занимаясь. Генеральную репетицию, прогон обычно я делал здесь, хотя было холодно по весне, ну столько народу собиралось. Были аншлаги, конечно, в селе куда еще идти, некуда идти. До реконструкции здание Нижнего Тибердинского ДК состояло из двух помещений – зрительского зала и фойе. Сейчас здесь, благодаря более рациональной перепланировке, удалось сделать два дополнительных рабочих кабинета и расширить сцену на 2,5 метра, что позволит организовать закулисье для артистов. Зал рассчитан на 126 сидячих мест. За противопожарной безопасностью уже наблюдает свыше 40 датчиков задымления. Ну а циркуляцию свежего воздуха обеспечивает 16 точек подачи с централизованной системой вентиляции. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Нижняя Тиберда, Карачаевский район. В Карачаево-Черкесии продлен режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше до 19 февраля. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 18 073 человека. Из них 16 414 выздоровели, 560 человек госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. Днем в отдельных районах будут сильные. Ветер южный 6-11 метров в секунду, порывы до 18-23, а в горах до 28 метров в секунду. Температура ночи 0,5, местами до 5 градусов мороза. Днем 12-17 выше нуля, а в горах местами 4-9 со знаком плюс. В Черкесске без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночи минус 1 плюс 1, днем 14-16 градусов тепла. Роняем цены в конце сезона. Скидки до 50% на все. Шувы, пальто, куртки. Только до 15 февраля. Ветские меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. В рамках Всемирного дня безопасности интернета 9 февраля Управление Федеральной службы судебных приставов по Крачево-Черкесии примет участие во всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах». Цель данной акции – повышение уровня правовой и финансовой грамотности граждан, разъяснение физическим и юридическим лицам правил информационной безопасности. Судебные приставы напоминают, что получить достоверные сведения об исполнительных производствах возможно только путем использования официальных источников интернет-сайта службы судебных приставов личного кабинета на едином портале госуслуг мобильного приложения Федеральная служба судебных приставов России. Легкое изучение анатомии человека и практические занятия по основным медицинским предметам – это не весь образовательный курс, который пройдут участники проекта грандобладателя форума «Машук». Руслан Жукаев узнавал, как идет реализация уникального медицинского проекта. На встречу с командой проекта «Легкая анатомия» собрались только самые заинтересованные в медицине. Проект стал победителем онлайн-форума «Машук». Эксперты дали высокую оценку идее студента из Карачаево-Черкесии, суть которой подготовит выпускников общеобразовательных учреждений к сдаче единого госэкзамена и к поступлению в медицинские вузы и СУЗы. Честно говоря, проект очень заинтересовал, потому что, по крайней мере, на территории нашей республики я такого еще никогда не видела. И поэтому, думаю, это интересно попробовать себя в чем-то новом и, по крайней мере, узнать, каково это будет, если я действительно собираюсь связать свою жизнь с такой серьезной профессией, как профессия врача. Образовательную программу для участников будут ввести практикующие специалисты из разных сфер медицины, что является отличной возможностью узнать о профессии нюансы, которые известны только опытному врачу. Нужно сказать, что проведены будут шесть тренингов под видео нашего проекта, и в них будут выступать, соответственно, специалисты из разных сфер медицины, то есть будущая неврология, кардиология, нейрохирургия и так далее. То есть из каждой сфер школьники будущие, будущие уже студенты, поступающие в медицинские вузы, они будут получать опыт и будут знать о лайфхаках различных от специалистов из сфер медздрава, допустим, или клинической специализации, которые облегчат поступление в медицинские вузы. Проблема выбора профессии у школьников самая актуальная. Порой желание родителей, чтобы их ребенок получил модное образование, перекрывает личное желание и предпочтение ребенка. А данный проект – прекрасная возможность примерить на себя ответственную профессию врача. После презентации данного проекта можем сказать, что он будет очень полезен, конечно, для будущих абитуриентов. Помимо того, что он позволит повысить уровень подготовки будущих медиков, я считаю, что он еще позволит сделать выбор в пользу медицинского вуза, не потому что это модно, а потому что ребята поймут, что они действительно там себя нашли, либо кто-то не нашел, он просто отсеется. Поэтому вот именно этим я считаю, что проект очень даже ценен. После окончания презентации все желающие оставили заявки на участие. В скором будущем для прошедших отбор начнется образовательная программа. Руслан Жукаев, Роберт Жугутанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Кисловодске, в Нарзанной галерее на территории Национального парка в рамках проекта «Природа в зеркале культуры» впервые проходит персональная выставка семи художников Узденовых, народное искусство карачаевцев и балкарцев, узорные войлочные ковры. В день открытия там побывала делегация из Карачаево-Черкесии во главе с министром культуры Зурабом Агирбовым. Подробности в материале Шерифат Лепшоковой. Амин Узденов сам рассказывает почетным гостям о представленных работах. Каждая из них – плотнелегкого трудомастера и его семьи. Войлочные ковры всегда были неотъемлемой частью карачаевской культуры. Но как сохранить этот вид промысла, ставший в руках Амина Узденова, его супруги Марины и уже подружек детей настоящим искусством? В этой семье не думают об этом, они увлечены делом, не подозревая, что своим творчеством еще больше обогащают культуру народа. За кажущейся простотой лени скрывается труд длиной не в один месяц, а то и год. Настоящим подарком ценителям старины стал так называемый джихачкиис. Полностью утраченный вид карачаевского войлочного ковра был возрожден усилиями Амина и Марины Узденовых. Мы иголкой считали, где какие петли, куда что идет, и выяснили, что это делалось плетением на дощечках. То есть крутили и тесму для одежды, и тесму для одежды, и тесма с бахромой. Вот тут уникальность заключается в том, что вот здесь бахрома идет сразу, ткаться на дощечках сразу же с тесмой вместе. Почетные гости высоко оценили работы мастеров. Министр культуры Зураба Гербов, поблагодарив за вклад в возрождение культуры народа в Карачаево-Черкесии, вручил им благодарственные грамоты. Рассказал министр и о том, что в республике будет создана ассоциация декоративно-прикладного искусства для поддержки мастеров уже на государственном уровне. Конечно, безумно приятно видеть в такой выставочной площадке работы нашего мастера, который в республике уизвестен и всегда пользуется популярностью его работы. Но то, что есть возможность представлять на одном из главных курортов страны, это, конечно, большое достижение нашего художника. Я минус делал здесь лидер этого направления. Работы отличные. И очевидно, что эта площадка готова принимать наши работы, наших мастеров в гораздо большем количестве. Об этом мы сегодня говорили с руководством федерального учреждения. И надеюсь, что уже в этом году, в самое ближайшее время, другие мастера из Карачао-Черкесии представят свои работы здесь, в Кисловодске. И мы будем такую практику развивать дальше. Почетные грамоты и денежные премии семьёй Сденовых также вручили представители общественной организации «Карачао-Ланхалк». Известное изготовление войлочных ковров требует особого взгляда, физических сил и терпения. Алла Киес, пёстрый войлочный ковёр, служил для повседневных нужд. Бичельген Киес делали, накладывая готовую форму рисунка. Самый сложный вид джигачкиес с узорами в виде бараньих рогов был особенно непрост при изготовлении. У Хальма Тагбаева, педагога и руководителя Награфического музея в Терезе, своя личная история, связанная с этим ковром. Хочу сказать о киеве, джигачкиес. Во время переселения мне было всего на все, всего на все было 7 дней, когда нас переселяли. 7 дней от рождения. Ну, до 5 лет я и не разговаривала, и не ходила, в связи с тем, что я не знаю, что такое материнское муководство и так далее. Ну, в нашей семье был вот этот джигачкиес. Вы представляете, я просто до сих пор не могу забыть. Вот как они сделали это. Войлочный ковер был в каждой карачаевской семье. Поначалу, являясь элементом быта, постепенно он стал частью национальной культуры. В причудливых работах Амина и Марины Узденовых не только воспоминания о прошлом. В них угадывается душа народа. Открыть для себя культуру карачаевцев теперь смогут тысячи гостей со всей страны. Шрифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Кисловодск. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала с Клифосовский.